Доброе утро всем, кто только что проснулся. Вы сделали это очень вовремя, потому что мы готовы вас познакомить с очень интересным человеком. Итак, с 5 по 7 февраля в Джексонвилле, штат Флорида, пройдет крупный кинофестиваль «Джексонвилл Фильм Фестивал», в программу которого попали сразу два короткометражных фильма режиссеров из Екатеринбурга. И у нас сегодня в гостях Иван Соснин, автор, режиссер «Большой восьмерки». Да, доброе утро. Доброе утро, Иван. Ну, проблема, самая главная проблема, которую ты, можно на «ты», да? Да, конечно. Какую поднимаешь в этой короткометражке? Ну, хоть и короткометражка, но там на самом деле много тем, на которые мы общаемся со зрителем. Но самое банальное, ну то, что бросается в глаза, это проблема бездомных собак, которых очень много. И хочется, чтобы их люди все-таки брали из приютов домой, не покупали каких-то дорогих собак, известных пород, а брали из приютов собачек домой. Вот. Но и мы еще раскрыли такие темы, как одиночество человеческое, тему того, что люди многие в современном мире стали превращаться в животных и тоже сами стали похожи на собак, чем-то стали бегать стаями и не прислушиваться к своему личному мнению. Вот об этом. У нас есть возможность посмотреть. Давай взглянем и продолжим разговор. Что-то хорошее рядом, надо больше хорошего. Тише, лучше, что-то рядом хорошее дышит. Фильм «Большая восьмерка» стал завершающим в цикле «Иваны, помнящие родство». Что объединяет эту и другие истории в рамках цикла? Ну, это цикл про добрые человеческие жизненные истории. То есть главный герой в нашем цикле «Иваны, помнящие родство» — это всегда Иван. Это такой образ российского человека, скорее даже не из Москвы, а из провинции, который так или иначе меняет мир вокруг себя. То есть это что-то простое, местами наивное, доброе и зрительское кино в первую очередь. Скажи, пожалуйста, где происходили съемки? Мы снимали этот фильм в Питере на Канонерском острове. Есть очень классный такой индустриальный уголочек в Питере. Он далеко от центра, называется Канонерский остров. И там такая штука, что над ним построили большой современный мост. И всех людей с этого острова, ну не всех, часть людей переселили в другое место. И там сейчас стоят пустые заброшенные пятиэтажки. И вот мы в этом, вот в этой области как раз снимали. То есть только лишь из-за локации, да? Потому что вы из Екатеринбурга. Главный герой из Екатеринбурга, Игорь Кожевин. Собачки из Питера еще. Соба... Потому что мы начали искать собак там по всей России. И поняли, что если мы возьмем из разных питомников собачек, то они могут на съемочной площадке подраться друг с другом. И просто не принять. И у нас слетят все съемки. Поэтому мы нашли всех восемь собак из одного питомника. И такой питомник был только в Питере. Где можно было разных пород восемь собак набрать. И все, и мы подстроились. И на самом деле у собак есть свой съемочный график. У них огромное количество съемок. Некоторые там суперзвезды, которые снимаются во всех наших блокбастерах. И мы специально подстроились под их график. Приехали в Питер и снимали. Здорово. Насколько они сложны в работе? Насколько они отвлекаются? Не знаю, пробежало кошка там, все, они рванули. Ой, там некоторые, конечно, еще учатся только. Еще не такие профессиональные. Но есть там пара собачек, которые знают 400 слов на нескольких языках. Они могут там танцевать, ходить вперед, ходить назад. То есть им говоришь нос. Она вот так закрывает нос. Может поцеловать тебя, может там убежать. Вообще все, что угодно. И на что они отвлекаются. Но они профессиональнее многих профессиональных актеров. Круто. Ну действительно, пусти кошку или собаку с ребенком на сцену. Она переиграет всех профессиональных актеров. Расскажи, пожалуйста, про этот фестиваль. Джексон Вилл Филм фестивал. И самое главное, самому приятно, что ты попал в этот фестиваль. Твой фильм попал в этот фестиваль. Приятно, конечно. На самом деле с пандемией все так перемешалось. То есть в мире фестивалей. То есть раньше был фестиваль, у меня были конкретные даты. Нам приходило приглашение, мы приезжали туда. То есть сейчас все фестивали передвигают непонятно на какой срок. Никого уже не привозят, потому что все границы закрыты. И для нас это вообще было совершенно неожиданно, что мы попали. То есть вроде бы только новость о том, что мы попали на этот фестиваль. А через два дня уже сам фестиваль проходит. Поэтому круто, конечно. Круто, что это где-то далеко, в США, что там тоже оценили наш фильм. Но, к сожалению, жалко, что мы сейчас не можем перемещаться, путешествовать по этим фестивалям и смотреть на работы других людей, на иностранные работы, чтобы сравнивать. А как вообще так получается, что вот ваш фильм заметили так далеко? То есть вы куда-то... То есть как это происходит вообще? Нет, ну мы же отправляем. То есть вы сами изначально отправляете? Да, да, да. Отсняли фильм, мы его отправляем на несколько фестивалей. И как на российские, так и на международные. И бывает так, что на российских фестивалях кто-то, отборщики иностранные, замечают и берут его в программу своих фестивалей. То есть это по-разному, но мы делали какой-то план заявок, то есть у нас был. Есть ли какой-то актер, либо кинокритик, который известен всем, и который дал какой-то комментарий к этому фильму? Ой, я сейчас точно сказать не могу, но было много комментариев, потому что он этот фильм победил ведь у нас на фестивале уличного кино. Это такой большой федеральный конкурс, где по всей России показывали фильмы. И там в жюри было много уважаемых людей, и актеров, и кинокритиков, продюсеров. На самом деле Игорь Мишин, который из Екатеринбурга выходец и сейчас работает продюсером в Москве большим, он оценил фестиваль и дал возможность снять потом что-то большое с их платформой в будущем. Вот, поэтому, да много, на самом деле, много людей написало, много оценило, поэтому я очень рад, что так получилось. Если посмотреть весь цикл Иванов, то там же большие звезды. В твоем фильме, ну, такие, ноу-неймы для большого экрана, будем говорить так. Для Екатеринбурга это классные ребята. Ну, кроме Екатерины Шпицы. Ну, вот даже у меня она как-то, видимо, еще не примелькалась. Это вот было принципиально для тебя? Ну, очень хотелось снять Игоря, да, потому что мы его снимали в первой своей короткометражке «Гудбай Америка». Он играл там злодея, у него была роль второго плана. Нам он так понравился, на самом деле, и всеми продюсерам, и нам, и мы его решили снять в главной роли. Мы, честно говоря, делали пробы, делали кастинг, и он понравился больше всех других ребят, поэтому мы его выбрали. Вот, то есть тут был честный конкурс, не потому что он там из Екатеринбурга, и только поэтому мы его взяли, нет, потому что он очень классно сыграл свою роль. Ну, все, то есть «Большой метр» ждет и его, и вас? Да, надеюсь, очень. Ну, вот мы сейчас пишем сценарий, дописываем, скоро планируем съемки полного метра, да. Ну, желаем удачи. Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях был екатеринбургский режиссер Иван Соснин. Мы рассказывали про фильм «Большая восьмерка», и обязательно посмотрите, если у вас будет такая возможность.